Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите очередной выпуск еженедельной программы «И жизнь Уваровской епархии». С вами студия Ярослав Кравченко. В ближайшие минуты мы вам расскажем. Паломничество Карандеевской иконе Божьей Матери. Ремонтно-восстановительные работы в Александроневской кисловне города Уварова. Беседа о счастье в рубрике «За советом к батюшке». С начала октября по благословению епископа Уваровского Кирсановского Игнатия Карандеевскую икону Божьей Матери доставляют для поклонения верующим в разные благочиния нашей епархии. Более подробнее расскажет наш репортаж. Каждую неделю для поклонения верующим одну из главных святой Уваровской епархий доставляют в разные благочиния. На прошедшую неделю чудотворный образ Карандеевской иконы Божьей Матери пребывал в Тихвинском храме архиерейского подворья города Кирсаново, где на протяжении недели верующие и духовенство возносили свои молитвы о мире и благополучии нашего народа. В последний день пребывания иконы в Тихвинском храме верующие совершили молебные пения и крестный ход вокруг храма. Следующим пунктом пребывания иконы стало Гавриловское богачиние. С Кирсаново икону доставили в храм Бокрова Пресвятой Богородицы села Вторая Гавриловка. Встречали образ с колокольным звоном и хвалебным пением Царицы Небесной. После встречи чудотворный образ был установлен в храме, где было совершено молебное пение и чтение Макафиста Пресвятой Богородицы. Возглавил соборное благослужение настоятель Бокровского храма села Вторая Гавриловка, претерей Федор Судоргин, в сослужении претерей Романа Иванова и настоятеля Михаила Архангельского храма села Чуповка священника Сергия Клеменова. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 И всегда у нас не так много возможностей побывать у таких чтимых икон. Поэтому только как услышали, естественно, сразу примчались сюда. Вся надежда, вся наша опора, все наши мысли, тем более мы женщины, без нее никак. В нашем Гавриловском районе сегодня случилось замечательное событие, которое связало храме Покрова Пресвятой Богородицы представители всех православных, нашего района, которые собрались в этом замечательном храме. И он отмечен тем, что сегодня в наш храм привезли святыню, Карандеевскую икону Божьей Матери. И мы с большим воодушевлением пришли сюда сегодня, приняли участие в Акафисте. И дай Бог всем нам доброго здравия, чтобы все наши дела делались во славу Божию. И, конечно, хочется, чтобы единение, которое сегодня мы увидели в этом храме, оно присутствовало по жизни всегда. В завершение благослужения отец Федор обратился к собравшимся со словами наставления, в которых призвал усилить молитву в это непростое время. Дорогие братья и сестры, сегодня наша несказаемая радость, нам прибыла икона Божьей Матери, Карандеевская. Вот, дорогие моих, мы должны посещать и хотите просить, для чего Владык нас благословил, чтобы прекратилась болезнь, которая нас посеяла. Поэтому мы должны молиться и Божьей Матери, и умолять, если будем умолять, то и все помилует нас Господь. Поэтому мы должны просить, потому что у каждого у нас и горе, и рак, и войцу, то мы должны пройти к кому-то, она будет первая ходатывать за нас, председанным своим Господом. Поэтому мы должны молиться усердно и молиться. Завершающим местом пребывания иконы станет храм в честь Казанской иконы Божьей Матери, рабочего поселка Умю. Челотворный обыск будет пребывать в этом храме с 31 октября по 7 ноября. Почти 15 лет назад началось строительство часовни в честь благоверного князя Александра Невского в городе Уварово. В этом году было выполнено немало работ по благоустройству прилегающей территории и постройке самой часовни. Более подробнее смотрите далее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Общая часть с кем-то Разобрать само слово Вот общая часть с кем-то Сам по себе Без вообще Кого бы то ни было Без Это сам по себе Один человек Он не может быть счастливым Если он в вакууме В таком Никак Что бы он не имел Какие бы материальные блага Только с кем-то Он может быть счастлив Вместе деля одну общую долю Имея общение с кем-то Он может быть счастлив И конечно в христианском понимании Это Господь Это Христос если без христа человек пытается строить свое счастье то есть для него там счастье там в общении с людьми в какой-то любимой работе но это все хорошо конечно но это все не полноценно это только до поры до времени счастье а в какой-то момент человек чувствует эту пустоту в душе и все все равно понимает что он несчастлив он чувствует это поэтому без бога без христа счастье в христианском понимании в принципе невозможно ну потому что это замысел божия человеке был бог человека создавал для общения с ним для возрастания вот в этом в этом совершенствовании в общении с богом отец петерим что значит быть счастливым человеком что нужно делать как нужно жить чтобы стать счастливым ну вот тут и надо сказать о той программе человеческого счастья которые по-другому более известны нам под названием заповеди блаженства христово христос говорит блаженные милостивые потому что они помилу не будут блаженны алчущие и жаждущие правды потому что они насытятся блаженные миротворцы так далее блаженны нищий духом то есть смиренные сердцем то есть те кто не имеет о себе там какого-то мнения высокого имеют этот вот тщеславия не ждут к себе какого-то соответствующего отношения то есть нищие духом потому что вложи нищий духом меками тепли потому что и тех есть царствие небесное ты вообще все все прямо сказано да потому что их царствие небесные вот таких людей вот в заповеди блаженства открой евангелие 9 заповедей блаженства блаженный когда вас будут поносить и гнать до такой еще там не такая есть заповедь когда вас будут изгонять за имя мое то есть если человек верен христу а ему предлагается компромисс отрекайся от христа но тебе будет благо жизненное либо если не отречешься туда всего лишишься если человек не отрекается от христа он готов идти на лишение на страдание даже на смерть вот тогда он будет счастлив знаете надо сказать вот главную наверное мысль счастье она не в каких-то вещах обстоятельствах достижениях она не вне нас счастье она только внутри нас может быть счастье в состоянии души может быть душа может находиться в счастливом состоянии и при этом вообще не важно что у тебя есть каких обстоятельствах ты живешь каких условиях в подтверждение этого можно привести пример ну скажем вот отца иоанна крестьянкина известного очень духовника 20 века который был в лагерях за веру очень много лет очень жестоко он страдал в лагерях мы знаем что его ему его избивали ему ломали пальцы он весь вернулся оттуда с тяжелейшим ревматизмом там и так далее с больной весь 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 больной то есть он пережил там нечеловеческие условия при этом когда у него спрашивали на закате жизни какое было самое счастливое время вашей жизни батюшка отец его не задумываясь отвечал это то время когда мы были в лагерях казалось бы да в нечеловеческих условиях человек ощущал такое счастье которую больше как он сам подговорил больше такого я не ощущал уже никогда в жизни то есть в душе было счастье почему потому что человек страдал за христа не отказался не отрекся и господь утешил его такой благодатью такой внутренней радостью таким таким миром в душе наградил его вот это и есть счастье она в этом в мире душевном в спокойном мирном состоянии души когда человек в примирении самим собой с богом находится ну и с ближними конечно вот именно в этом счастье но на нем немыслимо без исполнения заповедей конечно божьих или да можно иметь все иметь быть богатым как таких примеров сейчас не надо их приводить их достаточно просто посмотреть вокруг их масса вокруг просто море сплошь и рядом у человека есть все есть деньги есть власть есть в рычаге влияния он все может он влиятельный известный человек у него есть слава перед ним преклоняются многие а в душе он страшно несчастен при этом я таких людей очень часто встречаю и он даже иногда не с ней не скрывает этого потому что ему уже он уже не может это в себе носить ему настолько плохо вот как люди иногда говорят мне рвет душу на части рвет душу мне нет в душе покоя и счастье мне так плохо и не хочу жить человек есть все а счастье то нет нет соучасти общей части с богом у него он сам что-то пытается на земле неправедным путем до чаще всего что-то достигать да даже если и праведным путем но без бога все равно не будешь счастлив поэтому что нужно делать и как нужно жить нужно постараться изучать евангельские заповеди они очень простые ничего там нет сложного сверх естественного и невыполнимого они очень простые их не так не так просто выполнять не так легко да для этого нужно над собой крепко работать в чем-то себя заставлять понуждать постоянно по первости особенно дальше уже легче когда когда уже как бы какой-то навык появляется так что исполнять евангельские заповеди держаться этого пути и даже под страхом смерти не сходиться этого пути что такое смерть но на на земле лишает жизнь только тело а душа в таком состоянии в каком она находилась в теле последнее время жизни да там последние минуты в таком состоянии она останется навечно чего бояться смерти за правду если за правду тебя господь вознаградит ты уже здесь будешь чувствовать в душе радость и утешение в таком состоянии мирном радостном душа уйдет вечность чего бояться смерти то за если за правду до смерти если тебя там готовы убить если ты не хочешь отречься от христа вот пример сколько мучеников они не отреклись от христа не испугались и в этом в блаженнейшем счастливейшем состоянии остались на века их души от чего стоит отказываться и к чему все-таки нужно стремиться да все опять то же самое откроем евангелие там написано черным по белому ищите прежде царствие божие и правда его а все остальное приложится вам если человек на первое место в своей жизни будет ставить стремление жить по правде божией не отступить во что бы то ни стало от правды божией то все остальное у него получится с помощью божий удивительным иногда образом очень часто будет все получаться поэтому прежде всего выскать вот этого состояния ну как можно сказать избегать того избегать того что мешает вот нашей душе находиться вот в общении с богом в состоянии вот этому счастливом состоянии того что мешает этому состоянию избегать то есть любого проявления зла любой там не знаю там агрессии мщение осуждения раздражения ропота алчности там разных каких-то там развратных мыслей и так Все это нужно гнать, усиленно гнать, не давать места в своей голове и сердце этой греховной заразе, стараться очищать от этого свое ум и сердце. Самое главное, чтобы это было в жизни. То есть ты занимайся своей работой, ты воспитывай детей, ты занимайся домашним хозяйством, все. Но при этом старайся эту работу постоянно вести, и все. И тогда, где бы ты ни был, в каких бы обстоятельствах, ты можешь быть счастливым, можешь стать. И станешь. Потому что, опять, вот еще подтверждение, кто-то может сказать, да ну, в наше время какое сейчас счастье. Взять, например, наших бабушек, прабабушек, вот те поколения, да, на них, на их долю выпало очень много испытаний. Мы знаем, это и гражданская война, революция, это Великая Отечественная война, это страшный голод, это постоянные материальные неустройства, нехватка там, да, каких-то самого необходимого. То есть жизнь в постоянных трудностях. Но при этом посмотрите на их лица, на фотографиях, на старых даже хотя бы, потому что вживую-то уже почти таких не осталось. На фотографиях, на кладбище старые фотографии дома, где-то в архивах старые фотографии, там, послевоенных еще лет или довоенных, это счастливые люди. Ну, не в глазах видно, что они, у них мир в душе, у них мирное состояние, они счастливы. У них нет злобы, озлобленности, ропота, недовольства на свою несчастную, бедную жизнь, как у нас сейчас. Все у нас есть, все, мы как сыры в масле катаемся, а всем недовольны. Ну, какое же счастье, ребята, невозможно. А человек, когда он за все благодарен, всему рад малому, все ценит, что есть, бережет, вот, пожалуйста, вот он путь к счастью, исполняя при этом заповеди Божии. И все, ничего больше не надо мудрить. Так что отказываться от греха, стремиться к исполнению Божьего закона, в чем нет, собственно, ничего такого уж сложного, как многие тоже могут подумать. Вот и весь путь к счастью. Спасибо, батюшка, за беседу. А на этом наша передача подходит к концу. Всего вам доброго. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»